В пятницу 30-го числа Леди Ивановна позвонила и сказала, что возле вот этого магазина на ПЛК-48 происходит вырубка деревьев. Здесь такой небольшой скверик, ну приблизительно 400 квадратных метров. В принципе, единственный кусочек живой природы, который здесь остался. Я подъехала где-то около двух часов, и что я здесь увидела? Здесь шла вырубка лиственниц, лип, и до боли, честно говоря, смотреть на вот это все, что сейчас происходит в нашем городе. Ну не только в городе. Естественно, я подошла к руководителю вот этой бригады, которая занималась вырубкой, он мне показал все документы. Там был некий собственник Лосев указан, что вырубка происходит, там им выдан ордер по постановлению главы, решение Совета депутатов. Все это у них было в порядке, компенсационный взнос у них 125 тысяч, 10 деревьев. То есть на момент моего прихода там было выпилено 6 деревьев, при мне они уже срубили 7. Ну, пришлось вызвать полицию. Естественно, у нас такая практика в нашем Ленинском городском округе, что МВД, слушая проблему, приезжает не полиция, а они начинают в соответствии с проблемой присылать сюда сотрудников администрации, или из детской комнаты милиции, или еще что-то. Я вижу, что полиция, значит, не едет. Я позвонила второй раз. Говорят, мы к вам направили экологов. Я говорю, зачем нам экологи? Вы должны смотреть за тем, что происходит в нашем районе. Охранять покой граждан. Я вызвала полицию. Приедьте, пожалуйста, нужно составить протокол правонарушения. Никто не приезжает. Пришлось позвонить в Главное управление ОМВД Московской области, зафиксировать вызов. После этого, через 10 минут, мне был звонок и сказали, что к нам подъедет участковый или дежурный на тот момент и возьмет с нас заявление и объяснение. Он, естественно, приехал где-то часа через два, около 16 и с чем-то. Там 16.05 было. То есть, вот считайте, с двух мы здесь находились. Лидия Ивановна раньше пришла. Два часа мы ждали. Но пока мы вызывали полицию, в скорости приехал Шамаилов Моисей Исаакович. Это было, конечно, посмотреть очень интересно на это зрелище, который начал нам рассказывать, что здесь все законно. Еще даже не видя документы у товарищей, которые занимались вырубкой и опиловкой, он нам сообщил, что все происходит законно. Вот, посмотрите, Шамаилов рассказывает, что это частная территория. Боже мой, за какие же деньги куплена такая красивая машина. Ну, объяснила я ему, конечно, что по генеральному плану, утвержденному, это зона рекреации, поэтому нужно проверить все и остановить работы. Через 10 минут по просьбе Моисея Исааковича приехала полиция. То есть по просьбе Моисея Исааковича полиция приехала очень быстро. Мы, конечно, подумали, что полиция приехала к нам, подбежав, обрадовавшись к полиции, полицейский враг Александр Владимирович, значит, качал, нет, меня вызвал Моисей Исаакович. Моисей Исаакович сразу же тут переформатировался. Он сказал, да, это я вызвал, я вызвал полицию для того, чтобы проверить документы. Ну, тогда, получается, незадолго до этого Моисей Исаакович уже высказал свое мнение, что все документы в порядке. Ну, в общем, оболгал меня там всякими нехорошими словами. Поругавшись, мы разошлись и стали смотреть, что дальше происходит. В общем, после трех часов началась последующая вырубка деревьев. Естественно, мы с Лидией Ивановной уже смогли смотреть на этот беспредел, потому что лиственницы, которые там находятся, и вот стволы, где уже были струблены, на них просто выступил сок. Это настолько крепкое дерево, но, в принципе, нам уже скоро здесь дышать нечем будет. Естественно, приходится каждое деревце защищать. Ну и потом, вот разве можно, вот посмотрите, какое движение, какой транспортный коллапс, здесь сплошные дома. То есть у нас, получается, вот эта вот зона, это просто какая-то технократическая зона. Летом тут даже спрятаться некуда. И вот эти вот павильоны, которые у нас вот здесь вот выстраивают на ПЛК, вместо того, чтобы приводить в архитектурный какой-то, сделать красивый облик нашего города, сейчас же законы, значит, господи, принимают депутаты, под это программы пишутся, например, благоприятная городская среда. То есть в Москве эти все будки, извините, я по-другому назвать не могу, с этими шаурмами, пловами, лагманами, кофейнями. Все снесли. А у нас город Видное превращается в какой-то рынок. Вы понимаете? То есть уже настолько противно на это все смотреть. Ты идешь, и вдруг перед тобой стоит какая-то машина, и деревья рубят. Какое-то варварство. Ну, в общем, вот такая вот история, которая закончилась тем, что приехал участковый, было написано объяснение соответствующее. Ну, и дальше уже вся история известна, что через два часа, или сколько-то там прошло времени, наш глава городского округа, Спаский Алексей Петрович, сказал, что он до разбирательства отозвал ордер на вырубку этих деревьев. Ну, на следующий день, 31 октября, в субботу, оказалось, что закон не писан товарищам. И что там дальше внутри администрации происходило, мне это неизвестно. Ну, это станет позднее известно. Здесь вот появился вот такой вот забор. То есть если даже посмотреть сейчас на эту территорию, вообще, если посмотреть на эту территорию, эта территория является придомовой. То есть если подумать о том, что этот дом строился в 90-х годах, то застройщику выделялся участок не под фундамент, а плюс еще зеленая зона, парковка, пешеходные дорожки, детская площадка. То есть, грубо говоря, у людей просто украли кусок придомовой территории. И продолжаю дальше это делать. И зачем вот столько, вот извините меня, на такой маленький город, вот этих вот павильонов, которые вообще не соответствуют никакому архитектурному облику и никакой благоприятной среды. Среде, точнее. То есть хочется вот обратиться к администрации. Я не буду обращаться там выше. Лучше здесь, на местном уровне, решать какие-то вопросы. Может быть, каким-то образом жителям будет оказана помощь, будут следить за тем, что происходит. Почему вот такая вот вырубка бездумные деревья? Почему никто не обращает внимания на то, что жители уже вынуждены просто кричать? Да, нас называют там, я не знаю, ядром, неадекватными. Но так извините, если вы нас не слышите. Вы нас не слышите. У вас просто безразличие. Моисей Исакович у меня заявил, вы в каждом дворе, да, я в силу своей общественной нагрузки в каждом дворе, в каждой квартире. Но я живу в этом городе, извините. Я гуляю здесь, у меня здесь дети выросли. А Моисей Исакович, я так предполагаю, не живет в этом городе, как и половина в нашей администрации. А даже если они и живут, то наверняка у них есть где-то за городом дома, где они могут уехать, подышать свежим воздухом. А вот в этом доме живет очень много людей, которые уже на пенсии. И, к сожалению, они не могут сюда выходить и отстаивать вот эти вот деревья, которые они и высаживали. К нам потом в 5 часов подошла женщина одна, нет, не одна, человек 6-7, потом стал народ подтягиваться. И они начали рассказывать историю, как они высаживали маленькими вот эти вот все деревья. И с мамами они ходят, по сей день поливают. Подтянулись пенсионеры. Но люди, которые отдали вот нашему городу, собственно говоря, я так понимаю, что они работали на алюминиевом заводе, например, на коксогазовом, отдали как бы часть своей жизни. И смотреть вот, что сейчас происходит, они просто без слез на это не могут. Да и я тоже не могу на это смотреть спокойно. Потому что деревья – это живое существо, которое имеет душу. То есть получается что? Нас хотят вогнать в технократию. То, чтобы мы все были нервными, не могли восстановиться. А для того, чтобы восстановиться, мы должны куда-то уезжать за город. Естественно, никакой пенсионер за город не поедет. Но это такая история. Это лишь маленький кусочек. У нас еще есть парки. Расторгуевский парк, лесопарк, который находится за металлургом. Возле прудов Терычева тоже обсуждали концепцию благоприятной городской среды. Дальше Тимоховский парк, который тоже отстояли благодаря жителям. Но меня еще удивляет позиция некоторых общественников, которые в свое время, много лет назад отстаивали интересы жителей. А теперь они переформатировались за пайку зарплаты в администрации или в любой другой бюджетной организации. И стоят в противостоянии с теми жителями, с которыми стояли они, можно сказать, на одном участке, на фронте, как Сталинград. И происходит. Нас сталкивают. Я просто хочу сказать, что нас сейчас сталкивают. Но смысл даже не в этом. Смысл в том, что еще пройдет несколько лет, и люди, и так сейчас заболеваемость иммунной системы настолько высока, что люди будут еще больше болеть. А болеть от того, что ничего живого уже здесь вокруг не осталось. То есть мы и так едим искусственную еду, но нам скоро и дышать будет нечем. Мы будем ходить все в противогазах, наверное, с заправленными кислородом, этими баллонами. В общем, такая вот история. Продолжение следует...